Доброго дня, доброго дня. Опять начинаем репортаж со своих, скажем так, гаражей. Работа уже началась, делаем секс. Вы видите, какой сегодня. Вот такая. Будет что тут, будут на ней пихи. Как? Опять рекомендация. Можно делать так, но, ребята, уголок вот тут у меня 90 градусов. Почему? Решил так, сначала так. Почему? Видите, я уголок могу 90 градусов поставить ровно. Хопа, видите, ровно. Хопа, это важно. А с пикой, короче, она мешает пика. Вот, видите? Так, но вот это мешает. Тут еще сварка, поэтому чуть-чуть, да, как бы, но по чуть-чуть набежит так, что хер поймаешь. Потом. Вот за этим надо следить, за плоскостью. Видите? В одной линии. Мы еще, когда пик наварим, еще будем, вот там что подправим. Но такой вот, если там миллиметр два, не увидеть. Почему? Потому что тут будут кирпичные столбы, кирпичные столбы. И за ними ничего не видно. А когда я приваривал, вот так вот было. Ну, было уход по полсантиметрика. Я что сделал? Что я сделал? Молоточек вот сюда приварил. Видите? Приварил саму секцию. Тут я уже проварил. Здесь вот штыри вот так, она будет привариваться. Ну, поняли. Столба из кирпичного штыри, выходит два. Вот это будет привариваться. Дальше. Вот приварил центральную часть. И приварил здесь. И вот так молоточком, молоточком начал их править. Я, конечно, старался изначально нагло сделать ровно. Потому что если косу так приварить, потом херчу поправится. Короче, поставил и правил. Так, ну, меня тут отвлекли. Короче, приварил. Уже говорю, вот. Потом. Это сначала варил я. Это первым делом приварил. Видите, тоже прочистил. Дальше. И вторую приварено. И начинаю править их вот молоточком. Вот так я подбивал туда-сюда. И добился вот такого результата. Всё так ровно. Вот эта линия. Ну и ещё, когда я вбил, ещё проверял потом вот впоследствии. Вот это. Потому что можно ударить и можно уголок сместить. То есть вы бёдёте сюда, но всё равно она же может и сюда сместиться. Вот так вот выставил. Теперь. Всё зачистично. Видите уже? Шлифовальным диском. Дальше. Теперь буду варить в круг. Видите, пошло в круг. Почему? Уже неоднократно я объяснял. Потому что вот стоит вода вот тут. Она ещё выгинается от сварки. Вот тут вода туда под трубу. И тут вот ржавчина вылезает. Поэтому я варю в круг, в круг, в круг. И в круг всё будет зачищаться. Сами понимаете, до хера сварки в несколько раз больше. И до хера зачистки. Вот. Что ещё? Потом ставлю пики. Как я рассказывал, что пику уже нельзя сразу варить. Мешает угол более точно выставить. Потом варим пики в круг. И потом тоже зачищаем. Зачищаем. А потом ставим завитки. Вот. То есть здесь, ещё раз повторяю, в круг зачищаем. Здесь пики варим, зачищаем. И потом уже привариваем вот эти бублики. Вот так прям. Хопля. И он встал. Видите? Когда уже всё будет зачищено. Почему? Если я приварю всё сразу, я не зачищу пику, не подлезу в круг. Вот эту. Видите? Я всё зачищаю. Если бы, конечно, нахерачить, как говорится, нахуярить, нам так говорят. Ты там нахуярил. Я говорю, ну да. Я говорю, нахуяр тебе за... Ну вот. Здесь хорошие люди, как обычно. Поэтому придётся всё делать лучше, чем для себя. То есть сейчас всё варим, зачищаем. Потом только завиточки привариваем. И их потом там сшвыщем, зачищаем. Это сам будет у нас процесс. Будем показывать. Это я объяснил. Очерёдность. Ну, смотрите. Продолжение. Так. Ну вот всё. Опять, что не голословно, всё везде в круг, да. Вот, захреначили. Ну, сейчас вот будем зачищать. Или, может, сейчас... Ну, вот опять мы секция, видите, вот она. Приварили её. Секция такая. Она обычно идёт над кирпичной столбой. Вот штырь и тут штырь приваривать будем. Вот, я надеюсь, покажем. Вот. Это на заборе. То есть больше и меньше такая декоративная. Тоже очень красиво, хорошо они смотрятся. Вот, в частных домах используют. Вот. Больше декоративное ограждение. Смотрите, шов здесь. Я ещё раз показываю. Здесь. Здесь. Видите, даже два в центре, один здесь. Мне так удобнее варить. Это раз. Потом. Я смотрю, плоско следить. Потом. Углы проверяйте удобнее. Она стоит. Не проверяйте. И, что важно, я не сказал. Когда мы варим здесь, она сюда вся выгинается у вас. В коромысло. Мы сейчас первую поправили. Ну, сейчас вторую покажем после сварки. Что прямая линия получается в коромысло. Сейчас я вот приварю и покажем. Ну, а варить я как начинаю. Вот у меня шаблон 21 сантиметр. Вот так. Раз. Шаблончиком. Да. Вот так ставлю. Хватаю. Хватаю. Потом. И уголок сюда сразу. Вот я вот так поставил. 21. Вот так она стоит даже. Сейчас она слетит, наверное, от сварки. Вот. Да. Просто падает она. Вот. Убрал я. Вот так я ставлю уголок. Видите? Сюда ее. Хоп. Так. Хоп. Нет 90 градусов. Сюда надо, да. И вот так даем. Подаем. Просто уголок у меня опять же в одной руке камера. Сюда надо ей даваться. Можно сразу смотреть и тут. Как она не падает. Либо потом сразу, может, вот так надо. То есть немножко по диагонали. Сюда ее. Потом раз. Вот. Нет. Ура. Перебор. Сюда. Сюда надо. Надо. Мало еще. Блин. Ну, вот так вот уже лучше. Ну, и вот так хватаю. Ну, и сюда. Почему сюда? Потому что... Вот. Сейчас отлично, да? Почему сюда? Потому что вот эта хрень вам мешает. Видите? Она может недоприжиматься. Мой шаблон. Поэтому вот эта, когда стоит. Вот эта, она немножко будет давать размер больше. Поэтому видите? Туда не надо наносить. Это неправильно. Но это не страшно. Вот. И так пошла. Потом у меня маленькая идет. Я так же маленькую ставлю. И так же хватаю. Ну, вот я сейчас растворил секцию одну. С этой. С этой, да? Вот от стола я снял прихватки. Вот сейчас смотрим, какая дуга. Видно? Коромышлый. Он тут не такой большой, потому что было 4 прихватки в центре. Если бы одна, она больше выгибает. Вот видно хорошо. Видит дуга? Ну, это мы править будем. Вот видите, она как играет? Хоп. Вот видите, на конце встал. И сюда. Видит подъем? Хоп. Вот я поставил на конец. А видите, все есть. В качеле качаться можно. Вот так металл выгинается. Потому что варил тоже в круг, старался. И получается так. Ну, а вот это, видите, по пикам видно. Это надо править правее, левее. Ну, так, в принципе, будет не видно. Если вот так спереди будет не видно. Там по миллиметру, по два они уходят. Но это надо поправить. Вот. Сейчас тоже на зачистку. И дальше. Так. Ну, вот я приварил завиточки, видите? Легко тут завиточки вставлять. Просто надо, они вставляются. Ничего не регулируют. Там бывает, знаете, там рулеткой вот так начинаешь отбивать. Типа, сейчас покажу. Типа, вот такое тут должно быть одинаково там, да? А это вставил. Хватанул. Пока я на прихватках. Почему? Потому что, видите, надо посмотреть сейчас общую картину. Ну, и, допустим, видите, чуть я заехал. Там так вот все заподлицо, чтобы было. Видите, чуть ниже. Ну, сейчас уберем его, поправим. Все посмотрим. Потому что это пока такая пробная версия. То есть там поднимаем. Сейчас мы ее на улицу вынесем и посмотрим. И что потом уже пойдет провар. Потому что всегда, видите, я вот точечку поставил. Не надо, потому что вдруг где-то какой-то косячок поправить надо. А потом дадим провар уже. Так, ну вот поставим ее, да? Смотреть. Надо тут завитки смотреть, чтобы вот это все было. Потом плоскость, видите, тоже. Видите, так вот идут. Вроде ровно, да? Я считаю, это вообще охеренно. Если там миллиметр два, даже не пытайтесь. Там вот спереди. Зачем надо смотреть? Видишь, что нет? Тут специально не буду я варить. Я проварю надежно. С той стороны все. Не надо тут с внешней стороны. Лучше тут никто их рвать не будет. Поэтому не вырву. Там просто швы посильнее проварить и все. А так смотреть. То есть вот эту высоту надо смотреть. Сейчас мы подальше отойдем. Вот эту, чтобы высота была одинаково. Завитков. Ну, не знаю, бля. Ничего в глаза не бросается, бля. И пики вроде что были. Вроде что, бля. Завитки, бля. Ну, а так надо еще, конечно, в глаза ничего вроде не бросается. Так, этим рулеточкой пройти. Ну, миллиметр два мы даже не будем на это внимание обращать. Вот. Ну, сейчас провар дадим. И все. Да, даже вот тут ничего не надо. Там у меня где-то один был не заподлицо. Его даже я не вижу. Даже не вижу, где он не заподлицо. Ну, а так, видите, она у нас покраска практически готова. Мы сегодня вообще должны были дверь ехать на установку. Ну, тут, видите, какая погода у нас сегодня. Видите, какая. Что-то стройка у нас не работает. Не работает. Дождь весь моросит. Кто идет, кто не идет. Погода говно, как и по всей России. Хоть отсюда убегай куда. Оно в Испании у нас не возьмут. В теплые края. Ну, что, продолжаем дальше. Делаем. Вроде это пойдет. Секция. Первая секция у нас. Видите, вот тут у нас, кстати, внимание обратить. Тут мы уже счистили. Тут счистили. Тут счистили. Тут счистили. А потом, как я и говорил, начали вставлять завитки. То есть, я повторяться не буду. Вначале там есть план, если как мы. Мы это варили, потом пик варили, потом чистили, потом вставили завитки. Тут заглушки будут естественные. Тут пластмассовые мы будем ставить. Ну, это вот, видите, мы ее поправили. Видно, да, ровная, да? А там была карамесла охеренная. Ну, и та была карамесла, его видели. Мы правили. Ну, а править как? Что, один на один конец над столом? И висим на ней, и висим. Другой держит. Вот он правил. Строльку сделаешь. Вот. Двадцать и пять. Вот. Двадцать и пять. Вот за завитом беру завершный, да? И сюда двадцать и пять. Вот. Двадцать и три. Вот. Я даже его трогать не буду. Можно его, конечно. Хотя он, извините, себя без проблем чуть-чуть поднять. Ну, два миллиметра, это вообще, это херня. Ну, и тут что у нас? Двадцать и три тоже. Ну, где-то что-то бывает двадцать и пять. Тут чисто завитки бывают. Ну, если я буду догнать, я дурдом. Ничего там и два миллиметра никто не увидит. Никогда их не гонить. Это просто завитки, может быть, и там просто-напросто меньше. Ну, и чуть-чуть где-то уголок. Но это мелочь. Ну, вот я ее взял, сбил, да? Где она? Вот она. Сделал заподлицо. Вот сделал заподлицо. Замерил. Сначала замерил, сделал двадцать и пять. И вот сейчас вот эту дырку, потому что я ее вырвал прям. Она вырвала. Сварочный шов нормально оказался. Она вырвала. Да что такое, блядь? Что проволока такая? Что ты, сука, не выходишь? Заказал я ясабовскую проволоку. Это китайская, всякие там барсы. Ну, вообще, что за херня? Ну, что-то у нас тут заело. Китайское говно. Я говорю, я ясабовскую заказал. Там сейчас 15 килограмм, там 3,5 тысяч. Ну, я там сейчас хапнул, типа, какая-то акция, что ли, у них там. Ну, вот. Ну, и тут я проварю. Я сейчас камеру выключу, а то у нее залетит. И испортится объектив нахрен. Это летят, а у меня нет такой защиты. Вот. Будем варить. Ну, вот мы сварили третью секцию, да, она самая длинная, 3,12. И вот смотрите, что сейчас. Она, блядь, какая, да? Видите, что есть, да, коромысло? И вот мы сейчас ее будем ставить. Я буду тут висеть, он там будет держать. Вот и все. Видите, что есть? Видно, да? И то она была на четырех прихватках. И в центре вот прихватка была. И вот все равно от сварки выгинает. Тем более я даю провару тут не по сопле какой-то, а в круг. И она выгинается. В сторону туда и тянет. Так что вы об этом думаете. Ну вот. Видите, все в круг у нас опять же. Сейчас будем править. Будет она у нас ровная, естественно. Такой же мы коромысло не поверим. Ну вот я с четвертой секции начинаю. Там она пошла на зачистку. Сейчас я начинаю. Вот сейчас я так трубу положил. То лежа, у меня сейчас была одна. Получилась немножко неровная. Ну вот одна прихватка. Видите? Опа! Уголок. И начинаю хватать оттуда. Поскольку я вот сюда шаблон буду складывать. Тут шов не нужен. Я вот тут сейчас проварю. Сейчас там начну. Смотри, тут. Ну и потом вставляю. Между шаблончиком я вот такую штуку. Тоже делаю сюда одну прихватку. Потом, когда ставлю уголок, в уголок держу и провариваю. Варю я только ту с этой стороны и с обратной варю. Сейчас покажу. Ну вот я ее проварил отсюда и отсюда. Здесь я не варил специально, потому что я говорю, шаблон будет ложиться. Он будет мешать, обманется. И вставляю уголок. Видите, как все четко, да? Вот. Теперь, когда уже шаблон вставляется, угол 90 градусов, можно теперь и провар дать. Но это я говорю, я боюсь, камера у меня без стекла. Боюсь, блин, залетит. Ну вот так проварили вроде. Вот. Теперь я прихватил. Видите, одна все, с одной стороны прихватка. Держал я под шаблон. Но угол-то может быть неправильный. На глаз сделаю, да? Опа, на глаз. Смотри, видишь, даже на глаз хорошо. И хватаю на глаз здесь. Вот так. А, блядь. Раз. Два. Ну и три. Ну и отсюда. Вот. Почему не варю тут? Опять. Потому что шаблон будет вставляться. Видите? Шаблон. Раз. Ну и второе. Когда вы сварите вот тут плоскость, плоскость, они могут быть так. Потому что я так смотрю, а так я не смотрю. И вам это позволит бить. И она еще, если будет в круг проваливаться, тяжело будет очень поправить. Потом, когда всю прохожу, все они стоят. Вот эти. Мы их ровняем в плоскость. Могу показать. И потом пошел право. Ну вот четвертая вот дуга, видите, секция. Чуть не произошло. Такая же дуга. Тоже мы ее правим. Ну вот. Так что. Вот тут, видите, уходы есть. Тоже надо. Будем бить их кувалдосом. Ну там уж небольшие уходы. Видите? Вот пики тогда. Видите? Одна чуть правее, другая левее, блядь. Ну вот. Ну да. Сейчас будем править. Ну вот мы ее поправили. Видите? Прямая или как? Если кому не нравится, блядь, пишите. Криво, сука, сделал ты. Обманываешь людей. Вот так вот поправили. Видели? Ну там пару минут мы потратили. Все криво, все плохо. Все на тебя плапали. Нахерачили. Халтура. Смотрите. Вот всегда такие нюансы. Так вот смотрите. Вот все секции идут. А размер конечный бывает маленький. Туда может завиток не вставлять. А бывает вот, видите. Надо вот тут вот сделать. Допустим, у нас 20 с половиной. И здесь мы делаем с 20 с половиной. Вот так вот его ставим. Да? Намечаем ли. И сейчас мы его вот так держим, блядь. Вот видите, там меньше. Вот мы делаем вот так, крутим, блядь. Тихо-то куда-то наверху. Вот так, да-да-да. Надо смотреть, чтоб тут не заскочило. Еще вверх. Еще крутим, блядь. Это ты вниз опускаешься. А, вверх, да? Вот и там 20. Еще вот нам, да, вот так вот. И смотри, чтоб тут тоже не было. Видишь, вот. Все, 20 с половиной. 20 с половиной, точно. Вот там метим. И так режем, блядь. А это кончик не даст? Чуть не... Да ничего страшного, да, там повернем мы ему. Пускай он останется. Вот так мы режем. Сейчас как приварим, будем, покажем. Вот видите, ребятишки. Ребятишки. Вот, опа, отрезали, приварили. Здесь тоже вот такой завиточек, да? Получился. Да, и, естественно, в круг, чтобы вода тоже не затекала, то все вырвать будет. Это не забывайте. Проварил тоже все здесь. Ну что, на зачистку сейчас мы вам покажем. Вот видите, такие секции. Сейчас мы их выставим, и все. Сейчас это зачистится тоже и будет. Продолжение следует...